Светит незнакомая звезда, Снова мы отопанные дома, Снова между нами корольда, Взлетные огни аэротума, Здесь у нас туман и дожди. Добрый день, дорогие друзья! С вами Авдотья Федорова на канале Звездные секреты. Лев Лещенко, находясь на стационарном лечении в клинике, Вышел в сеть и обратился к своим поклонникам. Он поблагодарил людей, которые приняли участие во флэш-мобе «Надежда», Организованного для скорейшего выздоровления певца. Напомним, его директор Андрей Гайдель, 31 марта, Попросил всех неравнодушных людей поддержать артиста И исполнить для него композицию «Надежда». Здесь у нас туманы и дожди. Давайте каждый, кто может, запишет песню «Надежда» на видео И пошлет свои лучики Льву, Валерьяновичу и Ирине, Попросил представитель артиста. В акции приняли участие многочисленные поклонники звезды, А также артисты. Лев Валерьянович поблагодарил всех, без исключения добрых людей, Принявших участие в акции. Дорогие друзья, хочу сказать огромное спасибо всем, Кто принял участие в песенном домашнем флэш-мобе «Надежда». Это нужно и тем, кто остался один на один со своей болезнью. Верьте, мы все скоро выздоровеем. Этот мир изменится для каждого из нас. А ценности, наконец-то, приобретут истинный смысл, Написал музыкант в личном блоге. Друзья, песня «Надежда» была написана в 1971 году Композитором Александрой Пахмутовой и поэтом Николаем Добронравовым. В результате проведенного в 2015 году Журналом «Русский репортер социологического исследования» Текст песни «Надежда» занял десятое место в хит-параде Самых популярных в России стихотворных строк, Включая классические. Первоначально для исполнения она была предложена Иосифу Кобзону, Но он почему-то отказался. Тогда песню предложили Эдите Пьехи, Которая стала ее первой исполнительницей. Также текст песни и ноты были посланы в Варшаву, Восстанавливающейся после тяжелейшей травмы Анни Герман, Которая затем с большим успехом ее исполняла. Исполнение Анны Герман стало каноническим и наиболее известным. У советских и российских космонавтов Стала традицией слушать именно эту песню В исполнении Анны Герман перед полетом. На заключительном концерте фестиваля «Песня 75» Надежду исполнил Муслим Магомаев, После того, как выяснилось, Что основные исполнительницы Эдита Пьеха и Анна Герман Не смогут принять участие в съемках концерта. Муслим Магомаев исполнял песню дважды, На бис, зал буквально не хотел его отпускать. Напомним, друзья, Не так давно Лева Олещенко положили в больницу С подозрением на коронавирус. Первый тест дал положительный результат. В настоящий момент артист ждет итогов второй проверки. Ранее представитель певца объяснил, Почему тот посещал публичные мероприятия по приезду с гастролей. По словам Гайделя, сообщение о необходимости карантина Лещенко получил слишком поздно. Отметим, что на празднике Аллы Крутой, Где засветился Лев Валерьянович, Побывало немало звезд. Некоторые из них позже почувствовали себя неважно И поспешили сдать тест на COVID-19. У Леры Кудрявцевой и Игоря Николаева Диагноз не подтвердился. В настоящий момент Телеведущая прервала свой карантин И воссоединилась с родственниками. А композитор продолжает лечиться в клинике от другого заболевания. Недавно он даже провел небольшой онлайн-репортаж Из больничной палаты. Друзья, всем счастья и здоровья! Берегите себя и своих близких! С вами была Авдотья Федорова на канале «Звездные секреты». Здесь у нас туманы и дожди Здесь у нас холодные рассветы Здесь мои змеи Надежда – мой компас земной А удача – награда со сменой А в песне довольно одной Чтоб только о доме купелось А в песне А в песне А в песне А в песне Субтитры сделал DimaTorzok